Я правильно, вы, должностное лицо, непосредственно осуществляющее рассмотрение выставленного дела в отношении моего доверителя по части 20-20-25 квадрата. Можно у вас тоже выставленное удостоверение? Потому что я не могу понять, вы фигура профессионально самостоятельная, независимая. Почему здесь майор полиции ВОКО Татьяна Андреевна, техкомандир роты ДПС БДД, СПЛ 098276-105-2024 год. Так вот, Татьяна Андреевна, в вашем производственном ходе рассмотрения дела вы должны принимать решения. И я требую тогда, чтобы вы вынесли определение, что вы коллегиально рассматриваете дела вместе со своим... Добрый вечер, дорогие друзья, подписчики, случайный зритель. Меня зовут Аташвили Денис Геннадьевич, общественный деятель, блогер, юрист. Перед просмотром видеоматериала вкратце вам расскажу предысторию в продолжении темы по инспектору сторожу Маслову Гасан. Значит, всем вам известно, те, кто не в курсе, по ссылочке переходите в рекомендованный. В отношении моего доверителя 23.11. текущего года было составлено три административных материала. По части 1 ст. 12.26, по части 2 ст. 12.37 и по части 2 ст. 12.25. Соответственно, Кодекс Аферской Федерации обозначил правонарушение. Вот данный материал по неостановке был составлен Гасаном. Мой доверитель был приглашен на сегодня в ГИБДД Московского района с 2 до 18. Следовательно, я в его интересах явился. И ознакомиться с материалами дела. Как выяснилось, у нас уже оказывается коллегиальное рассматривается дело. Руководитель, должностное лицо непосредственно, которому расписали дело. Вот. Все это, соответственно, было зафиксировано на видеозапись. Вы посмотрите. Я не устаю удивляться. Понимаете, потом мы удивляемся, почему так себя ведут сотрудники правоохранительных органов на дороге. Гасан, ежесними сторожев, маслов. Долго можно и много фамилий перечислят. Сами сотрудники не знают, как осуществляется административная процедура. Сотрудники, я имею в виду, руководители. Вот это вот сотрудник полиции, которая должна самостоятельно принимать решение, выносить определение тогда, когда откладывается, тогда, когда истребует ходатайство. Она не может самостоятельно. Они-то 40 минут совещались, думали, смотрели. Вот. При этом граждане приходили, уходили, получали документы. На раз-два галочки подписи ставили, получали акты. Возможно, допускаю я с объединительным уклоном, и уходили. А мне сказали, ждите. То есть, и тут, опять же, вы обратите внимание. Нет, чтобы вызвать, представиться конкретно, что я такое должностное лицо, в моем производстве находится такое-такое дело, по факту неостановки в отношении вашего доверителя. Точка. Вот материал. Все, конечно, я повторюсь, зафиксировал на видеозапись. Сейчас вы посмотрите. Вот. Отложили мы рассмотрение дела. Отложили. Ввиду того, что необходимо, как считает руководитель, почему он так считает, он не является участником по делу, я потребовал, чтобы вынесли определение о том, что тогда уже коллегиальное рассмотрение дела. Он считает, необходимо истребовать видеозаписи с патруль-видео, транспортного средства, служебного видения, которое находилось в должностных лиц, я так полагаю, вот Маслова, ой, точнее Гасана. Вот. Запрос в следственный отдел адмиралтинского района города Санкт-Петербурга. Что там за дело, я, конечно, не знаю. Я думаю, скоро мы узнаем из средств, из источников, соответственно, из интернета, из очередной прессы. Вот. Тем не менее, я хочу вам сказать, друзья, порядок, грубым образом нарушается производство по делу. Напоминайте сотрудникам, как осуществлять надо, указывайте им на статьи и фиксируйте все процессуальные действия на видеозаписи и диктофон. По-другому никак. Вот. Ну, в продолжение темы, смотрите видеоматериал с должностными лицами, в производстве которых находится дело по части 2, статье 12.25 КОАП РФ. Лайки ставим, на канал подписываемся, хэштег ТДГ78. Сейчас я перезвоню. 301 кабинет. Спасибо. Надо было подождать 40 минут, пока решат сотрудники полиции. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте, я пальто сниму. Да, конечно, пожалуйста. Алексей Андреевич сам не пришел? Вас? Да, защитник. Я понял. Просто он заявлял ходатайство. Давайте, мы ведем видеозапись. Будьте добры, мы не нарушаем, и правильный сам сейчас, я буду масочку надените, пожалуйста. Ага, по рекомендательному характеру. Рекомендательный, но я попросил вас, все-таки видите. Можно меня подождать к административной ответственности по 20.6.1 Кодекс РФ об этом плане решения. Я отказываюсь уходить постановление правительства, поскольку мои права могут быть ограничены согласно 55 Конституции РФ по федеральному закону. Постановление... А для вас было не лейтся? Нет, нет. Вот как должностные лица, да, я понимаю, у вас между тем еще есть приказ своего руководителя, согласен. Вот, если у вас есть основания о безопасности... А мы находимся в масках, вы... Здоровье вы в отделе... Да. У нас как идеальное рассмотрение для вас? Мне просто, видите, в чем получается, что я почему-то спросил, где ваш подзащитник, что он заявлял в ходатайстве именно непосредственно моему заместителю. Ага. Вот, поэтому она и присутствует здесь. Ага, заместитель данных присутствует, который по левую руку сотрудник, от вас сотрудник, да? Хорошо, давайте по порядку, вы мою личность установите, я Таташвили Денис Геннадьевич, в интересах москвена Алексей Андреевич на основании нотариальной доверенности. А вот. Прошу копии снять с документов и приобщить к материалам дел по части 2, статье 12.25 Кодекс Российской Федерации объяснил право нарушения. Сделать сразу, здесь у вас находится ксерокопия. Позвольте ваше служебное удостоверение в разводном виде. Так. Должностное лицо, которое будет осуществлять сейчас административные процедуры, это правда? Да. Вот ксерокопия, наверное, не надо, правильно? Мне нет, мне достаточно только удостоверения служебного в разводном виде без посторонних предметов. Пожалуйста. Майор полиции Халевчук Алексей Борисович Командироты ДПС Гибриды СПЛ-10 28.00 Андрей Борисович Алексей. Алексей Борисович, извините, очень приятно. Жаина. Я так полагаю, вы будете рассматривать дело? Денис Геннадьевич, смотрите, мы сейчас сразу с вами начнем не с рассмотрения, а от ходатайства, почему я хотел узнать Алексея Андреевича, заявлял ходатайство. Вы его знаете? Нет, неизвестно. Смотрите, пожалуйста, вы имеете право познакомиться с литералами дела, да? Статья, я вам сейчас зачитаю, в связи с тем, что мы установили, кто вы, что вы являетесь, защитником, правильно? Да, да. Статья 25.5 Кодекса Российской Федерации 28.5 я думаю, вы ее знаете, но все равно я обязан вам довести ее, правильно? Для оказания юридической помощи лицо, в отношении которого ведется производство поделанных слева правонарушения, в производстве поделанных слева правонарушений может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи представитель. В качестве защитника или представителя к участию в производстве поделанных правонарушений попускается адвокат или иное лицо. В данном случае вы предъявили нам доверенность на представление интересов. Полномочия адвоката удостоверяется орденом, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяется доверенностью, оформленной в соответствии с законом. Я вас внимательно слушаю, да-да-да, я слушаю. Возьми какие-то будут вопросы? Просто потом скажите что-то. Обязательно, обязательно, да. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве поделанных правонарушений с момента возбуждения делом на стремном правонарушении. Защитник и представитель, допущенный к участию в производстве поделанных правонарушений, в праве знакомиться со всеми материалами дела, предоставлять доказательства, заявление к раздатайству и от воли, участвовать в рассмотрении дела. обжаловать применение меры обеспечения производства по делу, постановления по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим кодексом. Вам понятно, что я? Да, мне понятно. Процессуальные права предусмотрены приведенными выше мое положение. Денис Галич, будьте добры. Материал, вы озабывались. Минутку, буквально сейчас протокол, я сейчас почитаю объяснение. Значит, заместитель командира отдельной роты в КПС-гибзодом Водоросия по московскому району Санкт-Петербургом полиции Волков Татьяна Андреевна, она рассматривает дело в ее производстве, да? Находится дело, я правильно понимаю? Она рассматривает ходатайство. И значит, будьте добры, ваш паспорт. Обязательно. Ваше доверенность. Да, возьмите, пожалуйста. Значит, к материалу дела было приложено ходатайство об истребовании видеозаписи. Вы читали с ним ознакомый вопрос? Ну да, только что ознакомился. Значит, для всестороннего рассмотрения дела, да, мы должны всесторонне рассматривать все доказательства. Видеозапись мы сейчас предоставить не можем в связи с тем, что находится в Следственном комитете Адмиралтейского района данная система патруль видео. В связи с этим рассмотрение дела переносим на момент возвращения диска. У нас есть 15 дней. Дата события была 23 ноября. Насколько мы видим, да, из материалов дела, мы понимаем, что 8 числа мы имеем право рассматривать дело. К этому моменту мы сейчас запишем, уже напишем запрос в Следственный комитет Адмиралтейского района для возвращения нам в системы жесткого диска патруль видео. Мы вместе с вами ознакомимся при рассмотрении дела с ним. Я между тем все-таки требую законности, поскольку вы теперь, как выяснилось, принимаете участие в данном деле. Я требую вынести определение тогда об отложении рассмотрения дела, указать в него мотив. И также данная копия определения в целях экономии процессуального времени направить по адресу город Санкт-Петербург, улица Некрасова, дом 58. Одну секундочку. Улица Некрасова. Да, город Санкт-Петербург, улица Некрасова, дом 58, квартира 21. Город Санкт-Петербург, индекс 19, 10, 14. Еще раз квартира, 21, да. Прошу тогда в целях экономии процессуального времени отправить туда определение, указать мотив, по которому вы, собственно говоря, откладываете в рассмотрение дела. Я вам сейчас сообщил это узло, да, ну и само собой письменный, мы вам направляем. Административный процесс, он письменный. И между тем, пользуясь случаем, я вижу, что материалы дела содержатся в себе оптический диск. Если есть у вас техническая возможность, вы не могли бы мне копию такого диска предоставить? Технической возможности нет, то есть скопировый диск, у нас ведомственный компьютер, вы сами понимаете, что отключение... Что нельзя делать, необходимо сделать, чтобы получить эту информацию, которую он напрямую затрагивает права и законы интереса самого доверителя, учитывая положение части 5 статьи 25.5 кодекса Российской Федерации областных по отношению. Вы хотите, чтобы вам копию диска этого, мы еще второй диск, правильно, приобщаем с системой патруль видео? Да. То есть вам, я понимаю, что она будет ритует, то правильно? Копия, копия мне нужна. А, еще и соответственно, следственного комитета, ну, мы говорим сейчас конкретно об этой видеозаписи, потому что другой я не вижу. Одну штуку я вижу, наличие в количестве одной штуки, оптический диск. Просто в целях экономии процесса. Да, если просто ознакомим. Ну, на компьютере это сейчас. Ну да, вы здесь поставите, а другой диск скопируете, у вас нет. Ну, сейчас дисков нет. А, дисков нет? Дисков нет. И записывающий дисковод, если я не знаю. И записывающий дисковод. Хорошо, а можно тогда на флеш-карту? Я соответственно... Флеш-карта у нас компьютеры с базами и, к сожалению, флеш-карты только вредности зарегистрированы. Там секретка стоит? Там секретка стоит? Нет, в компьютере с базами. У нас нельзя... В компьютере секретка стоит, я правильно понимаю? Компьютеры, где установлены базы, мы можем только зарегистрированные флеш-карты доставлять. А каким образом так дан? Да, я ознакомлюсь. Диск можем... Я правильно? Вы, должностное лицо, непосредственно осуществляющее рассмотрение административного тела в отношении моего доверителя по части 2 статьи 1925 квадратов. Можно ваше сложивное удостоверение? Потому что я не могу понять. Вы фигура процессуально самостоятельная, независимая. Почему здесь майор полиции Волкова Татьяна Андреевна заместитель командира роты ДПС ГИБДД СПЛ 098276 11 октября 2024 год. Так вот, Татьяна Андреевна, в вашем производстве находится рассмотрение дела. Вы должны принимать решения. Я требую тогда, чтобы вы вынесли определение, что вы коллегиально рассматриваете дело вместе со своим руководителем. Я прошу это сделать. Вы нарушаете порядок производства по делу. Татьяна Андреевна, в вашем производстве по делу. Нарушение процессуальных норм влечет за собой прекращение производства по делу, как основание отмены вашего акта, который я допускаю в 99,9 процентов, будет вынесеть с обвинительным уклоном в отношении моего доверителя. И прошу впредь... Татьяна Андреевна, в вашем производстве по адресу. Да, по адресу, указанному выше. И прошу впредь все-таки самостоятельно принимать решения и собирать своих коллег. Я понимаю, он ваш непосредственный руководитель, вы в силу закона, закона о полиции, номер три вправе обратиться к данному руководителю только тогда, когда у вас есть вопросы вне рамках этого дела, через рапорт, со ссылками на это дело, но не в присутствии защитника по этому делу. Повторюсь, у нас неколлегиальное рассмотрение дела и материалы в себе не содержат данных сведений. Прошу это тоже исключить впредь. Нарушение детского законодательства. Спасибо за понимание. Так что будем с видеозаписью делать? С видеозаписью вот на компьютере можем... Только я могу на компьютере посмотреть? Вы ходите дома, злота, злота? В офисе? В офисе, да. То есть вам надо, да. Ну, на компьютере, если вы только там свое... В целях экономики сексуального времени. Я вам иду навстречу, чтобы я здесь не стоял, не ждал. Нет, мы можем диска вот это включить на компьютер. Так нет, зачем? Давайте вам сделать кофе. Спасибо большое. Мы сделаем кофе, так же по домашним адресовам. Да, да. Можно мне непосредственно вручить ее данную эту запись. Я не возражаюсь, если мне ее сегодня дружат. Ну, с вами технически просто невозможно. Ну и плюс... Хорошо, мы можем ее посмотреть, а потом, помимо прочего, вы еще меня отправите. Убавьте, пожалуйста, рацию, я не слышу. Уважайте участников по делу. Убавьте звук, пожалуйста, рацию. Я согласен полностью. Ну, я обязан пожарочное лицо отдельно в кабинете рассматривать дело самостоятельно, без вашего участия. Шагу не могут без вас сделать. Рассмотреть, рассмотреть. Давайте попробуем. А, у меня проигрывайте все равно, этого нету. Ну, да еще и с колонками. А, еще и с колонками. Система у нас... Есть только в 204. А там есть? Давайте-то пройдите пока вот эту видеозапись. Копию мы вам также, значит, отправляем. Спасибо. Но вы хотите сейчас ознакомиться, правильно? Первоначально. Попробуйте, чтобы это прошло. А копию придумаем, как сделать. По домашним адресу, тогда вместе сразу. Хорошо. А может быть мы сразу согласуем дату, чтобы нам сюда не возвращаться, вещи забрал, просмотрел или мне надо будет вернуться копию? Да нет, не принципиально. А может мы согласуем дату с вами следующего рассмотрения? А точнее вот с должностным лицом. Но все-таки хотелось бы понять, кто будет непосредственно рассматривать дело. Вы, либо вы, как должностное лицо, уже рассматривавшее дело, и вынес ряд ходатайств, ряд определений по заявленному ходатайству моему доверителю. Мне необходимо знать просто, на что ими формировать ходатайство. Может быть коллегиально у нас будет рассмотрение дела, если на то есть основание. Я полагаю, вы знаете тогда, когда, при каких случаях рассматриваются коллегиальные дела. Чтобы мне понимать, вы два должностных лица, которые будут осуществлять рассмотрение по делу объяснения правонарушения предусмотренного положения частью 23.12.25 Кодекса Российской Федерации объяснения правонарушения в отношении моего доверителя либо один сотрудник будет? Не могли бы мне сообщить? Ну, буду я рассматривать. Только вы будете рассматривать. Все, я понял. Я не возражаю, если ваш руководитель будет непосредственно в качестве слушателя. В качестве слушателя я не возражаю. Хоть весь личный состав. Может кому-то на пользу пойдет. У нас позволяют сроки. Мы строим 15 дней. У нас есть, значит, 8-го числа. Сейчас, извините, я позвоню, посмотрю ежедневник. У меня 8-го какой-то процесс будет. Давайте, давайте, конечно. Позвоню такой, пусть он тут у вас обогат. Сейчас какой принят лист, чтобы посмотреть, что вас познакомит, защитит, представитель. Гатчинский городской суд у меня. Два заседания. 8-го, 12-го. А первая половина дня, ну, как правило, там, где первая, там, до двух, до трех часов. Вы знаете, как по процессу, да. Понятно. А у нас это крайний день, Денис Геннадьевич, получается. Хорошо, мы можем тогда... 2-3. Вы освобождаетесь? На 17-18 часов. Вот я сейчас вот и хотел вас спросить, как у вас там именно идет. Хорошо, давайте тогда просто сюда к вам приеду. Время хотя бы примерно. В 17 часов. Давайте обозначимся просто 17 часов. 17-0, ага. Да. У тебя компьютер с колонками? Значит, 8-го. Ну, то есть, дисса звука можно будет посмотреть. 12-го на 17 часов, правильно? Да, да. Есть? Да, да, с компьютером. Есть? Нет, спасибо. Потерялка достаётся у меня. Наспадем, берёшь туда. Остакуем, пожалуйста. Ну, и пойдёмте, я с вами. Не, не, не. Всего доброго. До свидания. А, до свидания. Видел дайв. Хорошо. Такое сердцеvard. Понимаете, наверное, сейчас готово. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...